Всем привет! С вами Александр. Мы продолжаем изучать эффекторы в программе Cinema 4D. Сегодня у нас по порядку должен был идти эффектор шейдера, но мы его пока опустим и переключимся на эффектор звука. А создавать мы с вами будем сегодня вот такой вот локалайзер. Смотрим. Отлично! Прозвучала лесгинка, потому что наполовину я кавказец, а всех тех, кто сеет между братскими народами бывшего Советского Союза вражду, по законам военного времени, желательно поставить к стенке. Потому что все мы братья, и кто нас хочет поссорить, те наши враги. Итак, давайте начнем. Создадим новый документ. Давайте создадим куб. Немножко его отмасштабируем. Теперь создадим мограф, объект клон. Подчиним куб. В настройках объекта клон давайте режим выберем каркасный. По оси Z у нас будет единица. Давайте увеличим количество клон объектов. Допустим, 10. И по высоте будет 20. Немножко растянем. Так, вот так вот. И то же самое сделаем по высоте. Давайте, чтобы объект куб смотрелся более красиво, мы у него добавим фаску. Отлично. За счет того, что мы добавили фаску, можно чуть-чуть сделать объекты ближе друг к другу. Вот так. И вот так. Отлично. Приподнимем клон объект немного выше. И создадим эффектор звука. Обратите внимание, если эффектор создавать при выбранном клон объекте, то он автоматически прописывается во вкладку эффектор у клона. Итак, давайте продолжим. Что касается основных настроек эффектора звука, то если мы перейдем вот в параметры, в деформацию и в ослабление, то в принципе здесь все стандартно. Сейчас по умолчанию у нас эффектор будет влиять на позицию. Ну давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Зайдем во вкладку эффектор и добавим звуковой файл. Опять-таки в моем случае это будет лесгинка. Увеличим количество кадров до полутора тысяч. Давайте посмотрим предварительный результат. Что у нас получается. То есть сейчас у нас клон объекты дрожат по высоте Y, смещая свои координаты. Теперь давайте перейдем в настройки параметров у эффектора звука и отключим позицию, но включим цвет. Выберем по умолчанию. Зайдем в настройки эффектора и режим совсем сменим на шаг. Отлично. Так, перейдем в нулевой кадр. И у нас все окрасилось черным цветом. Давайте пройдем ниже. И вот здесь у нас есть такой параметр, как цвет чистоты. Давайте настроим его. Итак, где он лежит? Он лежит во вкладке эффектор. И в самом низу, если мы прокрутим бегунок. Давайте зададим хотя бы четыре цвета. Так, окей, красный. Желтый давайте сделаем. Пусть будет синий. То есть вы можете, в принципе, делать сколько угодно цветов. И я закончу. Так, фиолетовый. Хотя нет, я еще, наверное, добавлю и красный. Так, сейчас мы вот тут немножко сдвинем градиенты. И в конце добавим еще и красный цвет. Окей. Давайте посмотрим промежуточный результат. Отлично. Попробуем сделать рендер. У нас получается вот такой вот интересный эффект. Но давайте мы этот эффект еще немножко улучшим. Для этого мы создадим материал. Давайте откроем настройки. Выберем, поставим галочки на цвет. Выберем самосвечение. И выберем прозрачность. Отражения нам не надо. Теперь во всех настройках идем во вкладку текстура. Выбираем мограф. Мограф и выбираем шейдер цвета. То же самое проделаем в самосвечении. И то же самое делаем в прозрачности. Мограф. Шейдер цвета. Кидаем данный материал на клон объект. И смотрим, что получилось. Давайте сделаем рендер. То есть теперь наш эффект стал более интересным. То есть появилось еще и самосвечение. Также в настройках эффектора вы можете пробовать обрезать частоты сверху и снизу. Давайте попробуем. Допустим наугад. И посмотреть, что получится. Давайте попробуем сменить режим на средние значения. Ну то есть здесь пробуйте, экспериментируйте. Все в ваших руках. Кстати, для тех, кто постоянно следит за моими уроками, бывает на моем канале, то наверняка вы могли знать, что мы с вами уже однажды использовали эффектор звука, когда делали риггинг, мимики и анимации лица в программе Cinema 4D. Отдельно ссылку на этот урок я размещу под этим видео. Что ж, с вами был Александр. Желаю всем творческих успехов. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ОСА! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА